Всем привет! Меня зовут Ренат Хасанов. Мы начинаем с вами наш еженедельный обзор финансовых рынков от сайта FT-Invest. Сегодня 10 июня. Речь пойдет о прошлой неделе, но и о неделе будущей в нашем прогнозе. По традиции начинаем с индексов или модельных портфелей FT-Invest. Вот наш российский портфель, можно так сказать, что уже месяц болтается примерно на одном и том же уровне. Но это неплохо и нехорошо. В целом, просто разные движения в акциях происходят. Что-то, допустим, у нас сильно выросло, зато что-то упало. На новостях такого характера, что даже комментировать я их не могу, потому что это все-таки касается большей степени клиентов наших. Поэтому, в целом, наш результат, я считаю, достаточно неплох. В этих условиях, да, новостного фона, который был частично негативный для нас. Ну и российский рынок, похоже, вступает в такую пору, когда большее значение, ну как и в прошлом году, примерно в это же время, да, большее значение начинают играть технические факторы. То есть, ну такая борьба между быками и медведями. Ну вот, например, во многих акциях, вот такое показано, вот такое красненькое движение вниз такое, да, в пятницу. С чем это было связано? Ну, по моему мнению, тут причина одна. То есть, уверенно подраставшие в течение дня акции вдруг начали так вот так вот так вот снижаться. Почему? Да, ну потому что, скорее всего, в ожидании вот этих трех дней выходных трейдеры закрывали позиции, ну, типа, как бы чего не вышло, да. Эта ситуация, как бы чего не вышло, она, в общем-то, наверное, естественна. Но мы так не можем поступать, во всяком случае, в нашем портфеле, ну, то есть, выходить что-то. Ну, теоретически, вы можете, да. Ну, можно, например, чего я не делаю, поскольку, ну, это как бы глупо, наверное, да. Вы можете, например, фиксировать убытки. Вот, допустим, что-то снижается, но мы продолжаем держать, да. И вот выгодно все-таки фиксировать убыток в определенный момент, но это чисто с налоговой точки зрения. Потому что, если он развернется, будет выше, все равно вот на эту сумму, да, вот на какую-то, да, которая вот упала, да, вам удастся снизить налогооблагаемый доход, только если вы зафиксируете. То есть, можно купить акцию и тут же ее выкупить обратно. Ну, или вот, повторяю, выходы вот такие вот перед выходными, наверное, тоже допустимы. Но, тем не менее, это привело к тому, что вот технические модели стали у нас, ну, не такие явные в России. Но об этом чуть попозже поговорим. Перейдем к американскому рынку. Здесь у нас, ну, больше, там, одного процента роста, при том, что вот так под сдали мы позиции вот в последние пару дней. Опять же, почему, да, потому что, ну, вот наш портфель, я уже говорил, достаточно такой агрессивный в том плане, что агрессивный с точки зрения высокой недооцененности тех бумаг, которые у нас есть. И вот они довольно сильно подрастали. И, ну, после такого роста, да, как правило, бывает коррекция, ну, связанная с тем, что игроки начинают фиксировать полученные прибыли. Ну, в принципе, то же самое в России сейчас постоянно повторяется, да, рост и откат назад достаточно части. Вот все эти графики вы можете увидеть у нас на сайте. Мы ежедневно их обновляем. Вот я сделал вам скриншот с нашего сайта, да, фотоинвест. И вот вы можете приходить к нам в конце дня, допустим, это если касается российского индекса, американский, мы уже все-таки утром, как правило, обновляем, потому что у нас есть большая, у меня есть большая разница с Америкой. Хотя делает это мой партнер в Америке в целом, да, вот ведет этот портфель, да. И вот приходите к нам на сайт, и вот все, что мы можем вам сказать о наших услугах, да, ну, не считая там каких-то деталей, они, в принципе, выражены вот на этом первом слайде. То есть, что делает ФТ Инвест, это, ну, в общем-то, добывает для вас деньги. То есть, важно очень понимать, что вот на этих набоих графиках есть как наш, как говорится, результат синим цветом, так и красным цветом обозначается так называемый бенчмарк. И очень важно то, что мы на протяжении долгих лет эти бенчмарки, которые в России, это индекс московской биржи, и в Америке это бенчмарка, мы взяли индекс S&P 500, но в течение, ну, вот уже многих лет все-таки идем значительно выше, чем бенчмарки. Соответственным образом, это объясняет то, почему вы должны сотрудничать с нами. Ну, мы типа такого хедж-фонда, только хедж-фонд, который работает для частных лиц. Частные лица сами принимают решения, а мы даем вам, ну, более или менее обоснованные советы, ну, базируясь, я подчеркиваю, на техническом и фундаментальном анализе. Поэтому приходите к нам на сайт, вот все, что мы можем вам сказать о себе, оно сразу, я подчеркиваю, о нас говорится. Тут мне просто задали вопрос по поводу отзывов, да, ну, в принципе, через нас прошло довольно большое число клиентов, могу вам так сказать, и не все они задерживаются. Все-таки у нас годовая подписка, видите, и в течение года люди устают, либо они могут уже научиться чему-то сами, да, то есть все-таки огромная база данных, которая лежит у нас по фундаментальному анализу. Только надо нажать вот сюда, вот на меню документы, да, ну, и также, опять же, большая уже база данных, связанная с недельными отчетами, с нашими Excel-файлами, которые, ну, представляете, ну, с какого там, с 15-го года, с 16-го, ну, правильно надо говорить, да, просто там лежат, лежат, накапливаются, накапливаются, накапливаются. То есть все действия, которые мы с вами осуществляли в течение этого времени, вы можете зайти и проверить, нажав на меню документы. Поэтому, ну, сложно сказать, да, какого типа отзывов я могу дать, но наш главный отзыв, я подчеркиваю, это вот он, да, то есть тот график, который мы имеем. Кстати говоря, у нас на сайте есть определенные изменения, я записывал как-то раз видео несколько лет назад о том, как им пользоваться, наверное, надо будет переписать. У нас появился обучающий видеокурс, который мы планируем, я планирую за лето закончить, да, у нас появилось, ну, вот, новые, ну, они не новые, да, но типа по-новому оформленные, по-новому сделанные страницы об инвестиционном заветнике для частных инвесторов, но и все-таки дальше у нас идет новостная и аналитическая лента, которая тоже, по-моему, мне недостаточно полезна, поэтому ждем вас, прежде всего, у нас на сайте. Посмотрим, что происходит на российском рынке. Ну, здесь сформировалась новая модель роста, которая, ну, к сожалению, в пятницу, ну, вот такой небольшой мы видим откатик, да, ну, после, в принципе, достаточно уверенных зеленых дней, да. Я, подчеркиваю, в основном я это связываю с тем фактором, о котором уже сегодня говорил, с тем, что люди фиксировали позиции в преддверии трех дней выходных. В целом складывается впечатление, что, ну, вот такая борьба между быками и медведями, она вот каждый день происходит. То есть, где-то там начинают, ну, как правило, да, к середине дня все-таки вверх берут, ну, так сказать, травоядные, да, быки, но начинаются тут же фиксации, тут же фиксации, и вот пока вот таких сил, ну, скажем, к росту у рынка пока не хватает. Ну, подчеркиваю, новостной фон, ну, такой умеренно негативный, скорее негативный, ничего такого хорошего в отношении акций мы с вами не слышим, поэтому реализовываться, ну, скажем так, сильная фундаментальная недооцененность очень многих акций, в том числе в нашем портфеле, пока не может, и мы вот в основном опираемся на технический анализ. Ну, там кое-что тоже происходит, об этом вот я напишу для клиентов в воскресенье, выходит, как правило, наш еженедельный отчет. В целом, наш портфель по-прежнему полностью заполнен, не исключено, что что-то мы будем там уже выходить, поскольку, ну, вот этот рост, ну, видите, ну, может быть, что он выдыхается в определенной мере, особенно это будет видно не завтра, да, то есть, когда у нас будет открытие рынка во вторник, то есть, здесь ключевое значение будет иметь, какого цвета будет у нас барж, зеленый или красный, и также, откуда мы начнем, да, может быть, мы начнем выше, там, с ГЭПом, но это пока очень сомнительно. В общем, спокойная ситуация, я бы сказал, на рынке, ну, мы мониторим ее постоянно, следите за обновлением. Ну, вот происходит достаточно ощутимый рост иностранной валюты, ну, вот тут и уровни 80, ну, ничего страшного, я тоже здесь не вижу, возможно, это связано с летним сезоном, возможно, все-таки здесь и техническое такое движение было вверх, да, ну, вот, например, если мы посмотрим китайский юань, ну, он не так активно, во всяком случае, от максимумов он дальше, да, обратите внимание, но поскольку очевидно, что ликвидность юаня сейчас выше, чем ликвидность доллара, то есть, ну, кому-то там нужны доллары, я не знаю, там, возможно, для уже иностранных, поездок за границу, на отдых, да, вряд ли с юанями кто-то ездит куда-нибудь в Турцию, да, ну, может быть, это вызывает вот такое, ну, хотя все-таки движение идет все-таки плавно вверх, но нельзя исключать того, что разворот наступит, ну, в ближайшие дни, об этом тоже мы напишем в нашей новостной ленте. Индекс РГБА, ну, так тоже продолжает свое снижение, то есть, доходность, ну, практически не меняется в России, ключевая ставка осталась неизменной Центробанка, ну, и я вот в прошлый раз на эту тему рассуждал, сейчас могу тоже повториться, ну, очевидно, что российская экономика сейчас в такой период бума вступает, связанного и с импортозамещением, да, и с высоким спросом со стороны государства в рамках специальной военной операции, поэтому ожидать какого-то роста, да, вот облигаций, например, пока не приходится, но и действий со стороны Центробанка тоже, я думаю, не стоит ожидать по стимулированию, там, развития экономики, но она, раз сама хорошо развивается, зачем это делать, скорее они будут думать о перегреве, там, об инфляции, и по вот о таких причинах. Посмотрим на международную повестку дня, здесь, ну, вот, все такое, может быть, это и боковики, конечно, да, но могу вам констатировать, что нефть, например, имеет модель негативную. Ну, про нефть тут можно много рассуждать, но вот смотрите, какие новости выходят, вот, когда я написал в своем телеграм-канале, пожалуйста, присоединяйтесь тоже, да, ну, вот сокращение генерации электроэнергии на, ну, практически 8% за один квартал Германии, это что-то нереальное, понимаете. Естественно, в таких условиях ни нефть, ни газ расти не смогут. То есть, они фактически, наверное, отключили, может быть, директивным порядком, ну, как-то так, часть промышленности своей. Ну, потому что не может быть, ну, смотрите, в России с начала года, ну, увеличение потребления на 0,5%. Это устойчивая, ну, так сказать, величина вот этого энергопотребления. Я думаю, что таких падений не было в России в 90-х годах. Да точно не было. Понимаете, и получается, что обвал произошел, хотя у них там ни ВВП, ничего этого не демонстрируют. Ну, странно просто, очень странно. Как такая вообще, может быть, ошибка какая-то в этих данных? Ну, я подчеркиваю, ну, Германия, можно сказать, находится в каком-то гигантском кризисе. Ну, раз электроэнергия так сильно сокращается, значит, никто ее не потребляет, значит, никто не нуждается в ней, понимаете, да, то есть, 8% это никакого падения там, ВВП, если у вас ВВП упадет на 8%, это будет гигантский кризис. Ну, этого не сообщается, нет, ВВП растет, там все хорошо, занятость на высоком уровне. Как такое может быть, мне непонятно. То есть, я могу там версии какие-то строить, я говорю, может быть, да, действительно, там часть промышленности просто отключили, да, а работникам платят зарплату, печатают евро. И все, и как бы все нормально, да, там же не страшно евро печатать, потому что на инвестиции это не скажется, я вам в прошлый раз об этом говорил. Но сам факт, конечно, он очень поразителен, и, конечно, в таких условиях не может у нас с вами ни нефть расти, ни газ. Ну, я подчеркиваю, зачем немцы это сделали? Ну, получается, что, да, это такие политические решения, да, то есть борьба с Россией вот приводит к собственным таким проблемам, ну, которые они, я подчеркиваю, скорее всего, печатанием евро и решают. Но как они будут производить там военную технику и там снаряды, порох и прочее, да, ну, это вообще совершенно нереально, если у них вообще такое падение производства электроэнергии. В войну в России был кризис в 42-м году, был кризис, связанный с углем. Я вот недавно смотрел передачу об этом, и даже часть паровозов переводили на, ну, на тягу дровяную, да, это приводило к тому, что эти паровозы быстро выходили из строя, так как угля не хватало. Но уголь, тогда было главное сырье для производства электроэнергии, он был защищен. Вот имеется в виду, то есть уголь, направленный для производства электроэнергии, это было первостепенно, да. То есть пускай паровозы там, хотя тоже важно, но тем не менее, да, паровозы пускай там ломаются, починим там, еще что-нибудь сделаем, но энергетика должна была работать, но так как для фронта было это необходимо. Ведь, а как они сейчас, падение на 8% угрожаете чем-то, да, ну, извините, как-то это не вяжется вообще. Реальность, как вы сами демонстрируете, да, и ваши заявления, они друг другом как-то не сильно дружат. Биткоин, смотрите, здесь тоже, ну, обвала здесь не произошло. Я, честно говоря, вот в эти дни, да, были тут вот начало недели негативные новости, связанные с тем, что сначала там на одну криптобиржу американский регулятор SEC, так называемый, да, то есть американский регулятор фондового рынка, у нас такого аналога нет, у нас Банк России выполняет функции мегарегулятора. Подал сначала на одну биржу Binance, потом на другую биржу Sud Coinbase, да, и вроде как оттуда начался сильный-сильный отток клиентов, что не могло не сказаться на стоимости биткоина, но тем не менее, вот я говорил про вот эти уровни, да, вот эти уровни они смогли удержать. Сейчас, ну, все равно негативная волна накрывает, ну, не знаю, удастся ли вот уже вот эти, да, сопротивления сохранить, но пока криптовалюта находится в не самом лучшем положении, ну, вот что мы видим из графика. Золото чуть-чуть по-другому. Здесь, очевидно, найдена вот какая-то такая опорная модель, от которого, ну, можно оттолкнуться вверх. Пока говорить, там, о перспективах больше сложно, но тем не менее, скорее всего, все-таки вот здесь, ну, вот такое вот нагромождение, вот, да, вот этих палок, да, так называемых, оно, ну, говорит нам о том, что вот какое-то дно у золота найдено, если у вас есть желание, там, войти в золотые акции какие-нибудь, да, или, например, купить, там, золото, ну, допустим, там, на той же московской бирже это возможно, да, то, в принципе, можете попробовать. Или фьючерс, да, индекс доллара и доходность облигаций, вот они как-то начинают двигаться вниз, и, наверное, это, ну, вот помогает американским мега-акциям, как вот их мой партнер Игорь называет, да, ну, ставить какие-то новые рекорды, ну, что абсолютная, по-моему, чушь, да, но, тем не менее, это происходит. Итак, обратите внимание, здесь у нас индекс доллара разворачивается вниз, и, похоже, ну, тут не совсем четко, но и, похоже, такая же модель формируется и в доходности облигаций. Она ранее формировалась, и вот еще одна, да, ну, то есть, все-таки покупают, покупают эти американские облигации, идет вниз, может начаться вниз движение доходности, ну, и это будет значить, что оценки акций становятся еще более-большими-большими, да, там дисконтирование, потому что уменьшается, ну, и, соответственным образом, мы видим, что американский фондовый рынок растет, ну, я вам говорил, что он будет расти, ну, вот он растет, да. Резюмируя, повторяю, российский рынок пока сложно судить, но в большей степени оптимистичен здесь я, но американский рынок, похоже, что начинает вступать в новую такую бычью стадию, может перейти, уже перешел, по некоторым оценкам, в бычий рынок, ну, и, соответственным образом, можно ждать долгосрочного, ну, среднесрочного роста американских акций. На этом все, всем спасибо за внимание.